Дорогие друзья, с большим удовольствием поделюсь с вами некоторыми рецептами использования такого шикарного продукта, на мой взгляд, как морская соль с микрогидрином. Это соль для ванн, но используется она не только по своему прямому назначению, но еще есть некоторые секреты, о которых пойдет речь в этом видео. Значит, ну, начнем с самого первого, самого простого. Необходимо помнить, что кожа это наш самый большой орган, и что кожа выполняет и дыхательную функцию, и выделительную, и питание через кожу, и снабжение кожи кислородом, водой, то есть очень много функций она выполняет. И для того, чтобы эти процессы происходили наиболее качественно, рекомендовано раз или два раза в неделю принимать ванны или использовать эту соль для тела, для того, чтобы стимулировать кровообращение, ускорить отток токсических веществ из организма. Если вы принимаете ванну, любите ванну, там, на 15-20 минут, любите занырнуть, попариться хорошенько, то эта соль будет вам полезна в каких случаях? Если есть вопрос мелкого целлюлита, вот касаемо женщин, сразу скажу, что одно из самых эффективных средств и способов по избавлению от такой мелкой эстетической проблемы, как целлюлит, это соль вместе с продуктом Нутрофирм, гель для душа, тоже компания Кралл Куб, поистине творит чудеса, потому что на протяжении 20 дней или 21 дня, 3 недели, возьмите за основу небольшое количество этой соли, то есть там порядка чайной ложки, хватит для того, чтобы использовать на все тело, небольшое количество, где-то чайную ложку также этого геля, размешиваем, сразу после душа, к примеру, не обязательно даже ванну принимать, после душа на мокрое тело, выжимающими движениями, то есть таким образом втираем в себя, одновременно мы скрабируем кожу по движению лимфы, то есть снизу вверх, от кончиков пальцев ног до макушки головы, то есть можно все тело намазать этой солью, оставить ее на 10-15 минут, потом это смыть, а если вы любите принимать ванну, то потом можно еще и полежать в ванной, то есть ополоснулись, втерли соль, 15-20 минут, приняли ванну, минут 10 полежали, эффект через 3 недели, минус 5-6 см в объеме вам гарантирован. Как приятным дополнением к этому будет хорошая подтяжка кожи, упругость, эластичность тканей, повторюсь, хорошее кровоснабжение и выведение токсинов, за счет этого получается избавляться от целлюлита. Следующее применение – маска для волос, очень хорошо питает корни, устраняет какие-то мелкие грибковые элементы, чайную ложку или даже половинку чайной ложки втираем в корни волос, в мокрую голову, через 10-15 минут смываем шампунем. Есть еще один рецепт для маски. Мы берем чайную ложку соли, яичный желток, ложку стволового коньяка, 2 капсулы лицетина, наносим на мокрые волосы, под полотенце 20-30 минут ходим, смываем водой, без шампуня, просто водой. Это питательная маска для волос, называется, очень хорошо придает она густоту, шелковистость, блестящий оттенок волосам. Те, кто использовал этот продукт, все время радуются результатам, и каждый раз, когда я слышу отзывы, я все время радуюсь, потому что отзывы, в первую очередь, от тех людей, кому я рекомендую эту соль. Может быть, вы заметили, эта банка неполная, я активно использую эту соль, не только для ванной, По сути, я признаюсь честно, моя прошлая жизнь, спортивная практика, приучила меня к быстрому мутью, то есть 5 минут душ достаточно, то есть ванну я не особо люблю. Я ее использую еще как очень хорошую аппликацию для зубов. Дело в том, что соль очень хорошо напитывает зубы минералами, так же, как и кожу, когда мы используем ее для тела. Она очень хорошо вытаскивает токсины. Поначалу 2-3 дня может быть неприятный запах из рта, потому что из десен, из зубов вытаскивается всякая дрянь. И каким образом это делается? Мы просто после того, как почистили зубы, желательно порошком микробрайт, о нем есть отдельное видео, наносим, делаем аппликацию на зубы, можно даже немножко помассировать десны, помассировать вот такими вот движениями, то есть сверху вниз это верхние десны, снизу вверх такими как бы немножко щепкообразными выжимающими движениями. Может быть, поначалу больно будет, может быть, немножко будет кровоточивость десен. И это нормально, друзья. Через какое-то время, когда вы будете массирить, вам даже покажется мало, захочется сделать сильнее нагрузку. Очень хорошая штука для ротовой полости. Затем, ну, используется как скраб. Ваш муж, дорогие женщины, отметит изменение текстуры вашей кожи, что тоже является очень хорошим бонусом. Далее, отложение солей в суставах. Допустим, это мелкие суставы рук, когда суставчики деформируются. Особенно это касается пожилых людей. Подарите на какой-то праздник своим мамам, бабушкам, дедушкам вот этот прекрасный продукт. Научите пользоваться. Каким образом? На мокрую кожу. Допустим, это мелкие суставы, как правило, деформируются. Руки или ноги, то есть фаланги. Мы втираем до полного высыхания массирующими движениями. Затем смываем водой. И есть еще продукт. Жир страуса Эму называется исцеляющий бальзам. Жир Эму с маслом чайного дерева. Проделывать эту процедуру необходимо месяц, как минимум. Результаты вас очень приятно удивят. Далее, также, не только для пожилых людей, для тех, у кого есть артриты, артрозы, беспокоят суставы, болезненные ощущения. Естественно, нужно делать внутри терапию. Но, как обезболивающее средство, влажную ткань хорошенько смочите этой солью, обмотайте вокруг сустава и оставьте. Очень хорошее средство для решения вопросов фурункулез. Как внешнее средство. Ватный спонжик тоже густо смочите этой солью. И на пластырь приклейте к тому месту, где у вас провелся этот фурункул. Соль очень хорошо это дело вытягивает. И гораздо быстрее этот фурункул созреет, выйдет. Ну, а затем уже местно обработайте или коллоидным серебром, или жиром страуса ЭМУ. То есть, кораллам кубе предостаточно средств для того, чтобы помогать в этих вопросах. Эта соль за счет активного действия вещества микрогидрина очень хорошо нейтрализует хлор, который находится в воде. Понимаете, вот мы все время говорим о питьевой воде, что нужно воду обеззараживать, нужно ее фильтровать, нужно очищать, нужно оживлять ее с помощью коралла, такого продукта, как H500, допустим. Но мы редко задумываемся о том, что с той водой, которой мы моемся, в наш организм может поступать вот этот фурункул. Особенно это касается людей, к примеру, которые часто посещают бассейн. Вот по некоторым данным у профессиональных спортсменов, у овцов, концентрация хлора в крови такая же, как и в бассейне, представляете? И для того, чтобы нейтрализовывать это негативное воздействие, соль с микрогидрином. В комплексе к этой соли я, опять же, рекомендую гель Нутрофирм, который очень хорошо также решает эти вопросы, нейтрализовывает хлор и защищает кожу, делает ее способной к быстрой регенерации, обновления клеток кожи должно происходить. Оно и так у нас происходит достаточно часто, но клетка должна получать необходимую защиту, протекцию. И вот почему я заговорил о хлоре. Дело в том, что всем, у кого есть дети маленькие, младенцы, вы купаете своих детей. Вот лучшая вода, в которой можно искупать ребенка, это вода с добавлением соли, морской соли с микрогидрином. Это нейтрализация хлора. Ванны для ног, прохладные ванны с добавлением соли очень хорошо тонизируют, теплые ванны очень хорошо расслабляют при эмоциональных перегрузках, при каком-то мышечном стрессе. Если вы спортсмен, если вы, допустим, долго находитесь в вертикальном положении, работа у вас с этим связана, вечером приходим, опускаем ноги в тазик на 20 минут, все хорошо. Если у вас симптомы простуды, и того лучше, очень быстро кровь разгоняется по организму. Дело в том, что на наших подошвах, на ногах находится множество биологически активных точек, которые являются проекцией наших внутренних органов. И если мы воздействуем массажем, то с помощью массажа можно просто стимулировать работу всего организма. Ну, этот принцип заложен также и в ваннах. Многие этот факт не знают, недооценивают, но на самом деле очень хорошее средство профилактики и простудных всевозможных заболеваний и так далее, то есть симптомов я имею в виду. Также при каких-то простудах, першение в горле, или просто если заложило горло, или недоболгангина, очень хорошее полоскание с солью. Это соль в концентрации, по-моему, 1 чайная ложка на стакан тёплой воды. Хорошая профилактика. С солью можно также промывать гайморы у пазухи. Небольшой концентрации, допустим, даже половина чайной ложки на стакан воды. Большим шприцом в одну ноздрю, чтобы из второй вытекало. Очень хорошо промывают гайморы у пазухи, чтобы не было никого гной, никаких застоев и так далее. В солье содержится эфирное масло лаванды и цитрусовых, что благоприятно сказывается на работе нервной системы. После тяжёлого трудового дня очень хорошо расслабиться в ванной с этой солью. Повторюсь, вот с чего начали, тем мы будем, наверное, заканчивать, потому что я не перечислю все позитивные качества, повторюсь, их очень много. Разглаживание мелких морщин, убирает пигментные пятна. То есть женщина использует и для лица, для того, чтобы посушить жирную кожу, использует для спринцевания. То есть очень-очень много рецептов. Моя задача, друзья, заинтересовать немножко вас этим продуктом. Попробуйте, вы сразу же оцените его качество. Обязательно посмотрите видео по лимфоочистке. Эта соль применяется в программах лимфоочистки организма. Особенно незаменима она при походе в баню. И я желаю вам доброго здоровья. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok